Привет, это Малкин. А это Болдин. И сегодня Зебра идет в гости. Сегодня мы в гостях у уникального, на мой взгляд, человека, который способен вдохнуть в нас свежий глоток жизни и научить самому влиять на собственные эмоции и психический фон, физиологию и здоровье. Самостоятельно способствовать на повышение продуктивности, способности, консультации внимания или, наоборот, расслаблению, поднятию аппетита и так далее. Этот человек поможет вам раскрыть каналы Вселенной и научит использовать энергию во благо. Как это происходит и с помощью чего? Давайте знакомиться. Сегодня мы попробуем вместе с Талей сделать эксперимент. Так что смотрите дальше. Постоянно меня на эксперименты тянут. А почему не Фихман? Друзья, мы сегодня у Галины. Она сама о себе немножечко расскажет, поэтому я без слов просто направляю камеру на нее. Меня зовут Галина. И как 30 лет назад мне объяснили, что значит это имя, задал вопрос, что ты хочешь открыть. Слово Галины и слово Елуй. И все поле, что ты открываешь. И вот эти открытия я хочу с вами поделиться. То, что мне дали через много-много уроков, и сегодня я за это благодарна, это стало навыками. Навыками увидеть, чем я могу помочь, поддержать. И это выразилось в том, что много лет я работала в школе. Моя профессия называется Иудский архив. В переводе, наверное, правильно сказать, педагог-консультант, но я не консультировала, я поддерживала. И то, что я научилась, понимать, что главное в жизни поддержка. А каким образом вы помогаете? Есть несколько способов. Я выучила параллельно с учебой, с работой в школе, есть способ из-за исцеления, если перевести это слово до слова, хилинг. Хилинг – это наполнение энергии. И я много лет учу кабалу. Кабала – это наука. Наука, как получить эту энергию. Я ее получаю, чтобы отдать. Поэтому самое важное – получить, чтобы отдать. Весь мир построен энергией. В этой энергии есть два источника – положительный или создательный, или отрицательный. Его противник, который иногда произносит нелюбимое слово и многим – сатан. Мир, вот так, на противодействие. Добра и зла. Света и тьмы. И мы выбираем, куда мы идем. Свет и тьмы. И главное, что мы все это знаем. А вначале было слово. Вот мир построен на слове. Что мы говорим? Что мы думаем? И наши эмоции решают. Это мы идем по западному кругу. Что я чувствую, то я думаю, то я думаю, то я чувствую. Значит, если я могу поменять чувства, я меняю мысли. Или меняю мысли, я меняю чувства. На каком-то этапе ко мне пришел волшебный мир. Эфирных масел очень чистых, сверхчистых. Поэтому они подключают нас к этой энергии. Масло – это как бы вытянутое из цветка, из растения, его суть. И эту суть через запах мы получаем. Я как цветок умею защищаться или притягивать. Так и мы берем эту энергию. Защищаемся или притягиваем. А принятие запаха – вы зашли с расколков. Значит, вы принимаете этот запах. Значит, он вам нужен. Здесь нет плохо или хорошо. Мне нужна эта энергия или не нужна. И на основании принятия или отторжения я составляю смесь, которую назовем его духами. Это смесь энергии, которая мне нужна сейчас. И она работает. И вот мне желание поделиться. Я уже вот как ушла на пенсию, по мнению, скажешь, что пенсионерка, благодаря моим занятиям. Потому что я все время ищу, как дать, как получить и как дать. И это такое наполнение. Я советую всем лицом, но я вам расскажу, как вы всегда, с хорошим настроением. У нас есть вибрации. У каждого органа у человека. И вибрации, они соответствуют эмоциям. Вот когда мы в грусти, когда мы в огорчении, когда нас кто-то обижает, вибрация падает настолько низко, вот там нас ждут короны, вирусы. Очень трудно, если меня кто-то обидел. Очень трудно не обижаться. Если приходит человек, и сегодня главный совет, надо простить. Очень трудно простить, если кто-то поступил по отношению ко мне. Нехорошо, очень глубоко нехорошо, мягко сказано. Тогда может быть запах, который может меня просто перевести на другую частоту вибрации. И это уходит. Не надо заставлять себя думать иначе. Просто я нюхаю, а запах течения по дыхательным путям, он очень быстро приходит в левую часть мозга, которая называется лимбическая, а в каббале называется бина, понимание. Здесь все гармонии. Все устроено на плите в равновесии, все системы. Все, что написано в Торе, это коды. И каббала раскрывает эти коды. Все имена, все персонажи, это энергия. Мы единственное существо во Вселенной, которое есть возможность выбора. И мы выбираем, что я обижусь или отойду в сторону. Кстати, вот то, что мне дали навыки, очень часто, если есть какие-то ситуации конфликтные, и на меня кто-то, скажем, слово наезжает, у меня нет даже желания что-то доказать. Потому что когда я доказываю, когда я начинаю что-то, а кто ты такой, я подключаюсь к той стороне, которую мы называем противником. И наполняю себя этой энергией. Когда человек на меня что-то выбрасывает, самое простое, и не смотреть в глаза, конечно, не подключаться, скажет, но это его состояние, это не мое. Я знаю многих людей, которые заболели только от того, что постоянно пережевывали, как кто-то когда-то его. Это больше всего касается женщин. Как построить отношения новые, если те не сложились, и я живу памятью, как он меня обидит. Новые отношения приходят где-то на компенсацию. Работа так же, подружки так же. Когда я освобождаюсь от той энергии, которая, вы знаете, как что-то грязное, да, грязную тряпку из дому выбросила, и вот то же самое, это грязное чувство, с помощью запаха я могу выбросить, и открыть портал, чтобы вошла новая энергия. Энергия, когда я задаю вопросы, я задаю вопросы, к нему не запаха, принимая, не принимая. Что-то сейчас вас очень волнует, и что-то вам больше нужно. Кто-то пришел, потому что ищет свою пару в жизни, кто-то пришел, потому что ищет работу, у кого-то есть отношения, есть семья, но они нарушены, есть какое-то неравновесие между ними. Это называется запрош, что я прошу. Давайте я задам вам пару вопросов. Скажу сразу, для Малкина сегодня это первая встреча, поэтому для нее это некое такое исследование самой себя. Да или нет? Нравится, не нравится? Здесь не надо узнавать, что за растение. Хочу или не хочу? Да. Хочу. Хочу? Нет. Очень много помогает. Тут сомневаюсь. Как вы чувствуете, вы умеете ставить внутренние и внешние границы людям, своим мыслям? В основном я очень лояльна в плане того, что пытаюсь в этих чужих положений. То есть для меня сказать человеку нет, это априори как бы, ну, думаю, как это, надо войти в положение, это постоянно... Ну вот это масло мне сказали, что вам трудно говорить нет. Хм? Трудно говорить нет. Войти в положение можно, поля человека можно, но это не значит открыть кошелек, открыть сердце, открыть тело. Я тебя понимаю, я делаю то, что могу. Выслушать человека это тоже помочь. Ты много общаетесь с людьми? Разбольшое сележка. Да. Вы себя считаете горчевским человеком? Чересчур даже. Чересчур в вашем понимании. Ну, в плане того, что есть основная работа, я работаю риэлтором, но, допустим, иногда для того, чтобы у меня успокоиться, ну, как бы, успокоиться, перестроиться с работы на домашний лад, что мне очень трудно дается, то есть я постоянно занимаюсь чем-то, то делаю свечки, то рисую. Замечательно. Вы любите себя, свое тело, как вы выглядите. Это масло говорить, понять себя, свое тело. Нет некрасивых людей, есть люди, которые как к себе относятся. Многие родители в детстве всегда говорят, ты мой самый умный, ты мой самый красивый. То есть у меня это было наоборот. То есть даже когда уже, грубо говоря, начало очень сильно меняться, и я себе нравилась уже в зеркале, то есть как бы уже прошел переходный возраст, все равно было, а бабушка говорила, вот ты, если не будешь заниматься спортом, вот у тебя будет так-то, а что-то тут это, а что-то тут это, а вот ты поела лишнее. То есть обычно бабушка хочет накормить. А тут, ну сейчас я к этому, наверное, спустя многое время, особенно после того, как переехала в Израиль, как-то совершенно спокойно начал относиться. Что вы скажете на этот запах? Для меня немножко рисковатый, хотя он все равно приманивает. То есть я не могу сказать, что он прям очень нравится, но он однозначно запоминается. Это масло говорит о вашем отношении с доминантной женщиной выше жизни. Насколько поняла, это была бабушка? До сих пор она находится в самом моей жизни доминантной, но немножко у нас уже... Но вы выравниваете отношения. Вы не совсем оталкиваете этот запах и не совсем принимаете, вы выравниваете отношения. Это масло лаванды, которое имеет отношения с матерью, с бабушкой, с близкой женщиной. Стараемся. Это, как сказать, стараться, это снова не отказаться от себя. Когда что-то очень приятно, выдачу, что же в этом человеке хорошее, что я делаю. Я подключаю, я отключаю отрицательную энергию, я подключаю себя от моего человека позже. Через милосердие, через взгляд, что хорошее. Нет плохих людей, есть люди, которым плохо. Вот это плохо, обида, ущемленность, они выбрасывают на них. А что бабушка он дал хорошее. Очень часто, когда я сижу с людьми, даже когда отношения сложны, там, с партнером, с супругом, а что он дал хорошее. Нет, я очень ей благодарна. Это я знаю. С этой благодарностью мы можем нейтрализовать вот эти окорчины. Это есть поменять энергию. А вот это не сласно. А это нравится. Это масло женской уверенности. Уверенности в себе. А уверенности в своей сексуальности. Уверенности, что меня признают, меня принимают, не хотят. Это не значит, что каждый, кто обратится, я достойна. А это значит, что я уверена, что я достойна самого лучшего. Вот это масло тоже женское. Только холодный, но приятный запах. Это масло гераниума. И еще называют масло счастливой женщиной, иногда масло бизнес-вумен. Когда вся система, половая система женского равновешенна, вы чувствуете ее спокойно и равновешен. И вот это состояние гармонии, равновесия притягивает ко мне человека, который притягивается к гармонии. вот это я хочу спросить. Да. Да, очень, если что-то да, такое с... Да, я люблю такие вот... Перечное мято. Перечное. Это моя любимая. Дальше я хочу еще попробовать вот эту группу. Крылья, да? Да. Мы перешли к группе хвойных растений. Вся группа хвойная это приемы и обработка информации. Я хочу ее получить, мне она нужна, или я отталкиваю. Все масла, которые я вам показываю, они работают на нескольких направлениях. Тут как бы нейтрально, то есть, да, они нет. Они работают на здоровье, на эмоции и на энергетику. Все это вместе, три волны, которых нельзя разделить. Сейчас я хочу вам показать, как я делаю такие. В общем, то, что я вам показала, это общая схема, потому что мы должны с вами быть вместе где-то полтора часа. Когда я составляю схему массива, например, вижу, что у вас есть сбой в энергии общения. Вы очень много общаетесь. Вот одна из работы, которую я вижу по результатам, быть такой же, милой, доброй, общительной, но ставить какую-то внутреннюю границу, не отменять себя. Не любой ценой сделка, не любой ценой, прислушиваясь к другим, выбирать, где я в этих отношениях или на этих зернах. Оставить свою внутреннюю сумму. И сейчас я пытаюсь составить что-то, что называется, с вашей смесью. Есть еще эти масла, которые вы идете на сделку, вы можете взять с собой какой-то запах, который вам даст ощущение, во-первых, разговор, можете идти лучше, вызвать доверие у клиента. Один из запахов, что выбрали, это масло, которое советуют брать, вызывать доверие. Значит, что он закроет. Если он сейчас не закроет, ему не подходит, он же будет знать, что есть, к кому обратиться, это будет сделано. Я предлагаю почувствовать это, даже взять вот так руку, насколько вместе вам это подходит. Такой вместе, такой домашний запах, такой приятный, не знаю, мне нравится. Нравится. Вот это мне нужно, нравится домашний. домашний запах, это что такое дом? Это уют. Уют, да. Уют. Спасибо большое. В любом случае, мы будем с вами на связи. Я буду в будущем. А это вкусные. Все, Малкин, теперь бизнес попрет. Ты справишься? Спасибо большое за встречу, за такой подарок. Женя, тебе спасибо, что провел на мне подобный эксперимент. Ох, я заряженная. Я успешная, я красивая. У меня есть волшебный пузырек. Ну что ж, теперь вы узнали немножко больше о жизни Малкиной. И я надеюсь, в дальнейшем узнаете и о своей жизни. Приходите к Галине. Ссылочка с адресом в описании. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал Зебра в Ютубе. Подписывайтесь на страницу Зебра в Фейсбуке. Будьте с нами. Зебра с вами. Найдите Голдина в ТикТок.